Львовский сырник с картофелем. Невероятно нежный кисет для настоящих гурманов. Итак, начнем готовить эту вкусняшку. Сначала берем 100-150 грамм изюма и заливаем их крутым кипятком. Даже если у вас изюм мягкий, все равно сделайте это, тогда будет вкуснее. Изюм должен быть нежным. Четыре небольшие картофелины отвариваем в мундирах. Ну или в кожуре, или в корочке, как там вам будет интересно. Цедра одного лимона. Этого вполне достаточно на 750 грамм творога. Ну, к этому мы подойдем дальше. Можно сразу теркой натереть на небольшие. В общем, как там терка натерет, можно сделать так, срезать овощечисткой и порезать. Я так делаю, потому что тогда остаются такие цукатики. Имбирь совсем не обязательно, но возьмите. Он сделает вкус ярче. Совсем немного. Ну, грамм 10. То есть, вот таких вот я 3 или 4 пластинки отрезал. Куркума. Вообще не обязательно. Можно взять в порошке. Но так она вкус почти не меняет. Зато смотрите, какой дает замечательный цвет. Режем эти морковки туда же. И измельчаем все это в ту необходимую нам мелкоту. То есть, мне нравится, когда вот эти вот штучки, они станут чуть-чуть мягче после термообработки. Они будут работать почти как цукатики. Теперь, 6 яиц. Отделяем желтки от белков. Ну, нам понадобится и то, но отделить надо. Хотя, в общем-то, слишком утруждаться не стоит. Мы будем делать такое тесто, в котором белки, взбитые белки и будут вот тем вот самым разрыхлителем. То есть, пузырики. 150 грамм сахара. Можно больше, можно меньше. Мне кажется, вот так вполне достаточно. Смешиваем это все вместе с цукатами. И если даже Даниил Романович Галецкий, если кто не знает, это основатель Вова, сказал вам использовать манку, наплюйте. Попробуйте с картофелем. Поверьте, вы будете делать так и только так. Это невероятно вкусно. Это невероятно нежно. Ну, и когда жарится картошка, понимаете. 200 грамм масла. Опять, чуть больше, чуть меньше. Зависит от того, как вам нравится. Масло нужно растопить, иначе вы его не размешаете. 30 секунд в микроволновке. Если хотите, чтобы у вас был сюрприз и пришлось мыть всю кухню, поставьте на минуту. Масло очень весело начинает взрываться. Вот так растопили. Заливаем все это в дежу. И перемешиваем до однородного состояния. То есть, сейчас у нас уже объединяются вкусы. Теперь добавляем 750 грамм творога. Творог должен быть, а, мелкозернистый, б, жирный. То есть, если у вас более крупный, протрите его через стерку. Ну, или сделайте с ним что-нибудь. Десерт нежный. Это не сырники. В однородную массу и куда-то переливаем. Потому что дежа нам понадобится для взбития белков. Соответственно, дежу мы моем очень тщательно. И вытираем очень сухо. Добавляем вот в это все наш изюм. Разиночки, хотел сказать. И перемешиваем. Пусть это все уже взаимопропитывается. Теперь взбиваем белки. Ну, надеюсь, вы знаете, как это делать. Коротко. Сначала небольшие обороты. Чуть больше. И до довольно твердых пиков. Но, опять же, без фанатизма. Можете даже, кстати, если увлечетесь перебить. И хрен это, что потом, в общем, будет не так, как надо. Аккуратненько перекладываем все это в общую тару. И смешиваем снизу вверх до равномерного состояния. То есть сейчас нам надо как бы а перемешать, б при этом оставить пузырики. Максимальное количество пузыриков целыми. Выливаем это в какую-то емкость. Должно быть половина от высоты. Чашку я поставил для того, чтобы емкость не двигалась. Она у меня, видите, раздвижная. А это может быть и пенобетон, но давит как бетон. Все. В 170 разогретую до 170 градусов духовку ставим это на час-полтора. Это должно пропекаться долго. И вот сейчас вы поймете, насколько это невероятно нежная штука. Видите, как он вот так вот весь аж вылазит. И посмотрите, посмотрите, какая это неж. Посмотрите, трясется как... Ну, не хочу никого обижать, но у меня ассоциации с женщинами сразу возникают почему-то. Выключаем, оставляем небольшую щель и пусть там остывает. Если вытащить сразу, он опадет. Он и так опадет, но значительно меньше, половину. То есть, должен все-таки быть пузырчатый. Черный, хороший черный шоколад. 30% сливки. Все это, сливки подоливаем, шоколад соответственно растапливаем. Можно, конечно, взять и чистый шоколад. Но тогда, когда он застынет, это будет вот такая ломкая хрустяшка. А мы делаем не магазин. Нам нужно полужидкое глазуть, чтобы это было красиво, вкусно, аппетитно и по-домашнему. Так намного вкуснее, поверьте. Перемешиваем все это в такую приятную штучку. И можете капнуть на какую-нибудь железную поверхность. Это сразу застынет. Вы поймете, насколько это твердое. Берем кусочек сырничка. И щедро, не жалея, заливаем нашей безумно вкусной глазурью. Вот так вот, чтобы это все аж стекало с него. Чтобы это было красиво. Потому что, если еда красивая, значит она вкусная. И даже Сальвадор Дали об этом говорил. Обязательно, обязательно приготовьте этот невероятно вкусный, поистине королевский десерт. Но главное, готовьте с удовольствием. А кушайте с аппетитом. И до новых встреч!